Привет. Сегодня должно было выйти видео, которое мы уже давно сняли, где я в приполненном настроении рассказываю про всякие интересные концепции. Оно не выйдет сегодня. Я не знаю, когда оно выйдет. Нас опустились руки. Мы ни о чем не можем думать, кроме того, что сейчас происходит. За последние три недели я побывал в Торецке. Это самый близкий город к моей родной Горловке. Самый близкий неоккупированный город. Я общался со своими родственниками, со своим младшим братом. Я побывал в Киеве, где я поснимал репортеров, которые показывали меня, гуляющего по Киеву, откровенно говоря, не в самом добром настроении. Я побывал во Львове, где люди говорили со мной на русском и на украинском языке, и никому не было вообще никакого дела до языка. Не то что до геноцида. Украина — это свободная страна, в которой очень хочется находиться и в которой хочется возвращаться даже в такое непростое теперь время. А потом началось вот это. 60% зрителей моего канала — это россияне. Мои партнеры, те, благодаря кому удается платить за продакшн, моих видео — тоже россияне. Я украинец. Еще за несколько дней до начала этого полномасштабного вторжения я принял решение, что публичных выступлений в России больше не будет. Я не думаю, что я когда-то приеду в Россию. Никто не знает, как это скажется на продакшне и на нашей возможности продолжать делать видео. Но я не мог поступить по-другому. Все члены нашей команды единогласно поддерживают мое решение. Они понимают, что я этого не хотел. Они тоже этого не хотели. Я, честно говоря, не представляю себе, кто в здравом уме мог бы этого хотеть. Но будем честными, мы 8 лет были к этому готовы. Это был просто вопрос времени. В 2014 году я был маленьким, неинтересующимся политикой. Я учился в Москве. У меня не было адекватного доступа к свободным источникам информации. Он был, просто я не смог разобраться. Мне жаль. Тогда я не понимал, что произошло, почему произошло и кто виноват. Я думаю, что сейчас ни у кого не осталось сомнений. Это точка невозврата. Не получится откатиться, не получится извиниться и просто уйти назад. Это травма, которая навсегда останется у меня и у миллионов украинцев, которые просто хотели жить в своей стране по своим правилам. Сейчас не может быть никаких планов вообще. Никто не знает, что будет завтра, и я вообще не могу сказать ничего позитивного. Я не знаю, когда выйдет мое следующее видео, каким оно будет. Дорогие украинцы, мы правы. Мы ни на кого не нападали. Пришли к нам. Весь мир на нашей стороне. Сил вам, братья. Слава Украине.